Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Пришла домой, ходила за продуктами. Сегодня среда. Погода у нас дождливая. Видите, капли воды, дождь. Сырость такая и дождь. Ну, очень тепло. Плюс пять, очень тепло, но очень сыро. Ай, лучше бы был морозец небольшой, чем вот эта сырость. Не люблю такой сырости. Сейчас буду вам показывать. Видите, ходила плащ. Вот его сейчас просушиваю. Плащ мой висит на дверях. Сейчас буду показывать, что мне дали. Вот такая лапшичка куриная. Вот, с яйцами, как домашняя. Она мягкая, ее надо в холодильнике держать. Вот морковки пакет. Помидорчиков 600 грамм написано. Вот клубника. Один побольше, один поменьше. Ее надо перебрать. Я вижу, там поддавленное. Это такое большое филе куриное. 380 грамм. Это два языка. Два языка. Видите, какая цена. 6,99. Здесь вот на 3,66. Это колбаска. 6 мандаринчиков. Это такой вот рулетик вкусненький. Видите? Абрикосовый рулетик. Это до 24-го года полкилограмма ясмин, рис. Вот. А это барилла паста. Полкилограмма. Она... А с чем она? А, со шпинатом. Шпина, шпиначи. Со шпинатом. Вот. Дальше. Это какое-то... Это какое-то до 20-го числа. А, это на овсяный йогурт или что-то такое на овсянке. Это вилли. Я люблю такие вилли. Вот с манси, с клубникой. Я люблю такие вилли. Вот 4 таких вилли. Видите? Раз, два, три, четыре. Это маленькие такие йогурты. Это что у нас? Моцарелла. Я не люблю моцареллу, но взяла. Это картошка здесь. Картошка. И вот два таких вот хлебушка, которые надо ложить в духовочку. Вот. Они будут очень вкусные. А это такой хлебушек сухарики себе сделаю. Еще взяла две упаковки масок. Одну сразу открыла, потому что я поехала и забыла маску взять. Вот открыла, на себя одела. И еще одна. Вот. Это те продукты, которые мне сегодня дали. Ну, все нормальное, все хорошее. Сейчас вот языки оба отварю. Оба язычки отварю. Я люблю язык. Кушать вместо колбасы вот так на этот самый, на бутербродик. Это очень вкусно. А филешку эту брошу в морозилку. Пускай лежит в морозилке филешка. Потом захочется. Можно будет пожарить. Вот как она тут. Сколько ее тут жарить. Сколько ее тут жарить. Сейчас посмотрим. Так. Что-то я не бачу. Ну, короче. Не важно. Как пожарю, так и пожарю. Что здесь у нас? Соль. Так. Вода. Томатный порошок. Соль. Базилик. Подсолнечное масло. Сахар. Ситруна. Это лимонное что-то. И... И все. Больше ничего нету. И финские кури. И финские курочки. Вот. Вот это то, что мне сегодня дали. Я думаю, нормально, хорошо. Замечательно. Больше и не надо. Вот. А, потом еще. Вот видите. У меня тут три конфетки. Их было четыре. Гейша. Я пошла же еще. Там Стокман. Вот. Там. Можно было взять. Я взяла четыре штуки. Одну съела. Что так захотелось. Гейшу. Я вообще люблю гейшу. Конфетки. Одну съела. Три домой принесла. Вот. А зашла я по магазинам. Немножко. Походила. Где я была? В Нью-Йоркере была. В мужском, в женском. Ничего там нету. Ну, в женском есть. Там кое-какие скидки. Но абсолютно неинтересно. Ничего. В мужском тоже ничего. Там я обычно футболки брала по евре. Сейчас их там нету таких цен. Вот. Шорты есть по 4,90. Просто, ну, я мальчиком набрала, когда были по евро. Значит, мне не надо. Это у меня тут рука. И вот это поставила так вот. Пищит. А то еще подумайте, что я тут что-то делаю. Нехорошее. Вот. Потом, куда я пошла. А в Кубус я еще, ну, так, мимо шла. Даже не заходила. Мимо шла. Там скидок никаких нету. Думаю, ну, что я туда буду заходить. И мимо линдекса. Потом пошла в Стокман. Там, да, есть такой закуток. Там скидки на 70%. И межсезонные на 50%. Но там тоже ничего нету того, чтобы мне хотелось купить. Потом забежала в Зару. Там мне надо было посмотреть. Я уже как-то одну курточку присмотрела. Настюша просила, как начнутся распродажи. Ты мне, пожалуйста, купи там такую-такую. Прислала мне фотографию куртку. Я посмотрела. Ну, конкретно такой нету. Но есть подобные курточки. Ну, думаю, ладно, куплю я ей потом подобные. Но это же будет аж в конце декабря, в начале ноября. Раньше скидок не будет. Вот в этот Вымчендем зашла. Там тоже самое. Никаких скидок таких. Там остался межсезонный товар. Ну, там тоже ничего такого. Что можно было бы купить, интересного нету. Вот. А, кстати, я забыла вам вчера рассказать. Я ж когда вернулась, а взяла же это плюсокорти. Вот эту вот плюсокарточку, по которой я сыр покупала по скидке. А я ж когда сразу зашла, я ж взяла простынь за 10. 10 евро. Такую серенькую. Ну, думаю, ну вот, хорошо. А потом уже, когда я побежала домой. Ну, побежала, так образно говоря. Подъехала автобусом. Потом вернулась. Опять села на автобус. Опять приехала туда. Взяла сыр. Взяла яблоки. Вот. Трусики вот эти вот за еврик. А за простынь-то я забыла. И вот мне одна моя постоянная подписчица, которая Мария. Привет тебе, Мария. Она постоянно хорошие такие комменты пишет. Такие объективные. Объективные. По делу всегда. Вот. Она спросила меня. А простынь? А вот простынь я просто забыла. Так что завтра у меня как бы свободный день. Ну, я не знаю. По-моему, по 17-е, по сегодняшний день вот эти вот скидки. Но, возможно, только сыр уберут. Там вот эти яблочки. А простыни, может быть, и останутся. Ну, не знаю. Не знаю. Если поеду завтра, если останутся эти простыни по 10 евро, конечно, куплю. Но они останутся, не останутся. Ну, что ж. Будем ждать следующих скидок. Я, кстати, в МЧМ Деми зашла в отдел текстиля. Я ж, вы же знаете, я любитель текстиля. Большой любитель. Сейчас вот вам покажу. Тут же тоже наволочки поменяла. Люблю же их менять. Даже я ими не пользуюсь. Не сплю на них ничего. Вот тут у меня были такие цветные. А сейчас вот эти вот сюда заправила. Те бросила в стирку. В четверг завтра у меня стирка. Вот и постираю. А здесь такие же. И посмотрела, значит, что я вам... Посмотрела я в МЧМ Деми на волочки. На волочки, на волочки. Неплохие мне понравились. 7,90... Да, 7,90... Ну, 8 евро. 8 евро. Там их две вместе. Одна побольше, такая рождественская. И на ней только такие вот сердечки. Вот так вот на красном фоне. Вот такие просто белые. Без рисуночка. Просто белые сердечки. А вторая, которая поменьше. Совсем как бы поменьше. На ней такие оленяточки небольшие. Тоже на красном фоне. Такие небольшие оленяточки. Ну, вот 8 евро. Ну, это ж учитывать надо то, что там же нету подушки. Это ж только одни наволки. А я купила за 7 евро подушечку с наволочками. Поэтому я очень довольна. Ну, вот всё вам рассказала, показала. Вот сейчас буду обедать. Сварила себе кашу. То, что мне всегда с Украины передают. Сейчас вам покажу. Ну, в этот раз как-то очень мелкая. Видите, это пшеничная каша. Ну, очень мелкая. Ну, вкусная. Очень вкусная. Я её с молоком люблю. Я её с молоком и поём. У меня есть молоко. Вот я её с молоком и поём. На этом буду заканчивать. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Спасибо. У меня появились новые мои слушатели. Новые подписчики. У которых сейчас уже сильный мороз. Вот. Желаю всем тёплого вечера. В среду сегодня. Хорошего настроения. Хорошей погоды. Всего вам доброго. Пока.